Сежеин глядит в полуночь, и блажен Раме Божьим, обрящих глядща. Мы продолжаем говорить об изучении основ православной культуры в светских школах и о том, как порой непросто бывает родителям выбирать именно этот предмет. Любой выбор дается человеку непросто. Об этом даже в песне поется «Мы выбираем, нас выбирают». Как это часто не совпадает? Такие несовпадения в жизни происходят регулярно, но вспоминается вполне конкретно, и оно может стать яркой иллюстрацией к нашему разговору. На сайте «Нравственность в образовании» говорится, что в Санкт-Петербурге результаты выбора родителями четвероклассников модулей по основам религиозных культур и светской этики существенно изменились после того, как общественность и СМИ обратили внимание на проблему. Сразу после этого число тех, кто выбрал для своих детей основы православной культуры, возросло с 9,5% до 12,5%. Несовпадение составило 3%. Почему так происходит? Напомним, обязательный учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», состоящий из шести модулей, преподается учащимся четвертых классов общеобразовательных школ с 2012 года. И только родители могут сделать выбор относительно того, какой именно модуль подходит для обучения их ребенка. Но, к сожалению, по старой советской привычке воля родителей нередко подменяется, а сами родители получают в школах неполную или неточную информацию о данном предмете и условиях его преподавания. Чтобы помочь папам и мамам сделать осознанный и ответственный выбор, мы на сегодняшнем уроке православия поговорим с одним из авторов учебника «Основы православной культуры» Олегом Воскресенским. И в начале нашего разговора Олег Владиславович расскажет о том, какие открытия ждут детей, изучающих этот предмет. Мы постарались исходить из построения нашего материала и сделать его таким образом и привлекательным, и интересным, и для детей, и для учителей, и для родителей, тем, что мы очень постарались буквально понять название курса. Курс называется «Основы религиозной культуры и светской этики». Это общее название этой образовательной области. А этот модуль называется «Основы православной культуры». Основы – это значит не всё. Совершенно верно. За 28 уроков в году, 34 всего, из них первые два и последние четыре общие уроки, остаётся таким образом 28, которые отводятся собственно православию, собственно этому модулю. Как много можно вместить? Информационно, как бы, знаний его, что ли, не так много. Однако замечательный ведь возраст, четвёртый класс. Это возраст как раз не набора знаний, понятий. Меня часто спрашивают, как вы ребёнку, четверокласснику объясните, что такое религия, или какую формулировку вы, какое определение вы даёте понятие культура четверокласснику. Никакого. Четвероклассника не интересует понятие. Это возраст общения. Понятиями, набором знаний, фактов, он занимался первый, второй, третий класс. Четвёртый класс – это возраст общения, в том числе приобщения. Вот на это и настроена наша программа, и наш учебник так и построен. Он весь диалоговый. Это приобщение. Это не то, что мы говорим ребёнку, вот как оно, вот ты этого не знал, а теперь знай. Нет. Мы приобщаем учащегося к тому, частью чего он уже является. православной культуры. Он говорит на русском языке, а значит, он постоянно пользуется лексикой, идиоматикой, пословицами, поговорками русского языка, который насыщен, наполнен просто через край православной культурой, образностью, духовностью. Я не знаю, тот пример, который я чаще всего привожу, мне кажется, он самый, может быть, один из самых ярких. Бабушка своего внучка, значит, отчитывает за какую-то там оплошность. Олух, ты царя небесного, значит, что такое натворил. Ребёночек, в общем, понимает, что бабушка им недовольна, да, раз называет Олухом царя небесного. Да, вот, однако, что это за Олух, Ослух, да, кого это он ослушался, к чему это он был глух, кому это он был глух, он же всего-навсего бабушку ослушался, царя небесного. Какой этот, кто этот, царь небесный. И почему, ослушавшись бабушку, он на самом деле нарушил одну из величайших, десяти всего заповедей божьих, да, о почтении к родителям, вот. Простая фраза, которую ребёнок уже слышал, ну, непослушный ребёнок слышал тысячу раз, ну, большинство детей слышало несколько раз в своей жизни, вот, и вдруг она раскрывается, раскрывает то духовное, нравственное, религиозное содержание, божественное содержание, вот, которое содержится вот в простой вот языковой форме, там, вот все вот одним миром мазаны. Что это за миро такое, которым мы все мазаны? А это вот тот самый мир, который вот в московском Кремле варилось только в одном месте и потом по всей Руси развозилось. Вот мы все одним этим миром, все мы православные, одним этим миром помазаны. Значит, вот, что это за миропомазание? Вот. Зачем оно? Откуда произошло? Его смысл этой символики, смысл этого действия? Вот так, через культуру, через язык, можно помочь осмыслить ребенку то, во что он уже погружен, и деятельным участником чего он уже является. Ведь ребенок живет в семье и воспитывается в определенных семейных традициях, истоки которых зачастую всех у нас общие. У вас в семье как-то празднуется день рождения. А как у вас в семье? Да, мы не учим, как надо праздновать день рождения. Да, вот. А мы спрашиваем, как у вас. А как у тебя в семье? Вот. А почему по-разному? Вот. А как вот вы, не знаю, какая свадьба? У кого была там свадьба, венчание? Вот. Какие слова говорились при этом? Вот. Какие символы? Какие обычаи? Какие обряды? И какое значение стоит за ними? Вот мы его раскрываем, опять-таки, приобщая к той духовной реальности, которой насыщена наша культура и обыденная жизнь ребенка. В этом смысле, опять-таки, это не знаниевая задача, не наполнение его новым информационным багажом. Знания сами по себе не делают человека ни добрее, ни справедливее, ни даже вежливее. Да, это мы убедились за последние 20 лет. Мы многое узнали. Наша школа по знаниевому уровню стоит не так плохо в мире. Но только почему-то вот поколение этого растает не самое доброе, не самое любвеобильное. Может быть, потому что из предыдущих стандартов образовательных были исключены, просто вот исключены, намерены, нам казалось, что это не так важно, духовно-нравственные задачи. Нам казалось, что знания, надо только открыть эти каналы, интернет, путешествия по всему миру. И знание сделает человека добрым, честным, справедливым, терпеливым, толерантным и так далее. Вот чудо не произошло очередной раз. Оказывается, духовно-нравственному богатству надо приобщать целенаправленно, регулярно. И вот что называется, с молодых ногтей. В этом смысле четвертый класс – это, в общем, хороший возраст. Вот так и устроен наш материал, наш учебник на приобщении, на общении, на знакомстве с тем, что в разных семьях, в разных городах, иногда в разных регионах, делается по-разному. И это нормально. И это хорошо, что делается по-разному. Есть возможность, опять-таки, общения, сравнения этого опыта и выяснения того общего, что нас всех, тем не менее, объединяет. И то, что нас разделяет, нас перестает раздражать, нас радует. Потому что это повод для общения, это повод для взаимного обогащения, это повод для того, чтобы поделиться с кем-то от щедрот, от богатства, от избытка, а не самоутверждаться за счет унижения всех остальных, потому что мне, собственно, моей собственной основательности не хватает. Откуда вот эта вся, мне кажется, нетерпимость от неуверенности, от собственной неуверенности. Когда и если ребенок, становящийся взрослым, воспитан в очень неясном и неустойчивом собственном духовно-нравственном стоянии, единственный способ ему утвердиться, это за счет унижения других. А другие еще хуже. Только тогда я чувствую себя лучше. Чтобы их унизить за счет унижения. То есть окружающих человек самоутверждается. Человеку, который в своей культуре, в своем духовном стоянии твердый, основательный, нет нужды. Наоборот. И разница, различия его перестают раздражать. Его они вполне устраивают. Они не претендуют на его территорию. Они расширяют его кругозор в этом смысле. Отсюда возможность общения, обогащения, сравнения опыта и так далее. Вот мы постарались и наш учебник построить таким образом. В преддверии родительских собраний по выбору одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» в отделе религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии был подготовлен методический материал в помощь тем, кто, встречаясь на таких собраниях с папами и мамами, мог бы развеять все их сомнения и ответить на волнующие вопросы или рассказать о задачах данного курса. Но подобные встречи не всегда проходят в доброжелательной атмосфере. И не всегда там оказываются одинаково заинтересованные люди, заинтересованные прежде всего в том, чтобы дети в этой ситуации максимально выиграли и нравственно, и духовно. И о тех опасностях и острых углах, которые могут подстерегать родители на этих собраниях, наш собеседник счел нужным предупредить и дать несколько советов. Для того, чтобы человек взрослый, разумный, ответственный человек, родитель, или, как написано, лицо его заменяющее, четвероклассника, принимающий этого решения, сделал этот выбор ответственно и осведомленно, необходимо, наверное, два компонента, которые оба, по некоторому опыту с общением с родителями и с учителями, оба эти компонента, скажем так, нарушаются. А именно, в некоторых случаях отсутствует выбор. А именно, ну вот я упоминал уже раньше ситуацию, когда школьная администрация или городская администрация, или кто-то еще в школе решает, какие из модулей мы выбираем, какие из модулей у нас пойдут. Не знаю, тут, наверное, разные могут быть мотивы. Какие модули мы можем обеспечить. Или какие модули вызовут наименьшее трение и возмущение родителей. И тут представления могут быть самые разные. Светская этика звучит очень светски, и поэтому ни о какой религии речи нет. И поэтому, как бы, самая нейтральная территория. На самом деле, ничего особенно светского в этом курсе нет. Светская – это значит уважительная по отношению ко всем религиям. В курсе светской этики не упоминается ни одна из религий. Делается вид, что их нет. Это что? Такая форма уважения к религии? То есть, светская почему-то идентифицируется с атеистическим. Вот это одно и то же слово получается. Что принципиально неверно, содержательно неверно. Но создает впечатление, может быть, какую-то иллюзию такой толерантности и по возможности ухода от всяческих конфликтов. Поэтому выбирается светская этика. На очень разных... Мотивы при этом очень разные могут быть. И иногда совершенно случайные мотивы. Просто потому, что кто-то выступает громче других. Прием этот известен издавна. Им, например, весьма успешно пользовались в годы революции комиссары, агитаторы. От них требовалось первыми и громче всех прокричать массам. Вся власть советом. Или долой самодержавие. И эти самые массы многие-многие русские люди от чего-то покорного стремлялись за несколькими и не всегда русскими вожаками. Почему так происходило? Психологически это вполне объяснимо. Существует два феномена толпы. Когда, во-первых, именно в толпе, в массах, на собраниях появляется повышенная внушаемость. И человек, растворяясь среди многих, начинает верить всему. Его критичность резко падает. А сопротивление общей экзальтированной убежденности сводится на нет. И поведение человека в толпе подчиняется конформистскому принципу «буду как все». Второй феномен – это потребность в простых решениях, которые находятся в диапазоне между «да здравствует» и «долой». Дело в том, что толпа стремится отыскать не причины тех или иных явлений и не конкретные пути решения волнующих ее проблем. Толпа ищет и быстро находит виноватых. Нам, христианам, такое поведение толпы известно по самым драматическим эпизодам евангельской истории, когда жители Иерусалима с интервалом в несколько дней сменили радостные возгласы Асана на злобные крики «распни». Страшно, гибельно попасть под влияние толпы. Но как же его избегать? Как научиться принимать самостоятельные решения и в малом, и в большом? Для начала важно помнить слова пророка Давида «Не надейтесь на сына человеческого, в котором нет спасения». И более всего, нельзя надеяться на тех людей, которые кричат первыми и громче других. Правда, далеко не всегда бывает на стороне таких крикунов. Пример, который легко у меня всплывает в памяти, совсем недавно в Санкт-Петербурге я проводил для учителей презентацию учебника «Основы православной культуры». И поскольку я являюсь также соавтором другого учебника, входящего в этот модуль «Основы мировых религиозных культур», такого обзорного, вот христианскую часть, я написал для нее о христианстве, то и были приглашены учителя города Санкт-Петербурга, которые готовятся к преподаванию этих модулей. И я начал с того, что я человек православный, мне это близко, мне это интересно, я бы хотел большую часть времени посвятить учебнику, в который я и вложил больше, труда, души, интереса, «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур». Если у кого-то будут отдельные вопросы, давайте мы какую-то часть тоже посвятим. Вот именно обзорный курс, вот обзорно мы о нем поговорим. На первом же ряду, вот как это и бывает, сидит уважаемая коллега, поднимает руку, «Простите, пожалуйста, вы, наверное, не в курсе, вы вот откуда, вы, наверное, не из Санкт-Петербурга». Санкт-Петербург – город атеистический, и поэтому вот это вот ваше православие здесь, в Санкт-Петербурге, никого не интересует. Мы сегодня сюда пришли для того, чтобы услышать презентацию по основам мировых религиозных культур, обзорный курс, которым мы хотим познакомить наших учащихся. Ну, город атеистический, поэтому как бы с культурой народов разных стран и разных вероисповеданий мы, тем не менее, считаем нужным людей знакомить. Культурная, интеллигентная среда. Я слегка оторопел, понятно, но как-то вот, не знаю, внутренне помолился со страху, и Господь мне дал, собственно, мудрости спросить, а все ли так думают. Ну, вот еще там 80, не помню, 5 человек, что ли, в зале, ну, довольно большая аудитория. И я спросил, простите, пожалуйста, это вот общее мнение, что Санкт-Петербург – город атеистов, и поэтому основа православной культуры здесь, вот в этом зале, никого не интересует. Поднимите, пожалуйста, руки, кто разделяет эту точку зрения. Ждал-ждал, никто не поднял. Да, причем, это вот, уважаемая коллега, она с таким победным видом, значит, показывает мне, вот смотрите, вот, и она тоже видит, что никто не поднимает рук. Я спросил еще раз, может быть, вы не стесняйтесь, если надо, вот мы поменяем там тематику и так далее, я расскажу, что могу. Ну, если действительно, вот коллега права, и город атеистов, вам эта тема неинтересна. Оказывается, это один человек, один на 80 человек, но это человек, который высказывался, который был громче всех, который был, выступал за всех и от имени всех, а все остальные, как бы, по умолчанию, вот, считали, что, ну, а что им, собственно, выступать, заступаться за свою точку зрения, вот, они готовы, они не идут на конфликт, вот, они люди, там, православные, или, во всяком случае, к православной культуре, расположенные, пришли на семинар, на презентацию по основам православной культуры учебника, ну, если вот такой вот, так сказать, яркий, ярый представитель есть, то, ну, что же с ним конфликтовать, ну, ладно, значит. Вот, оказывается, вот, даже огромное большинство, подавляющее большинство, да, вот, оказалось недостаточно, вот, и если бы, вот, я говорю, я, вот, просто в панике не воззвал к Богу, не знаю, наверное, пришлось бы, действительно, всем этим людям слушать мою, эту, мировые культуры, вот, и мне томиться, и их томить, вот. В этом смысле, как бы, на самом ли деле мы совершаем этот выбор, вот, или, может быть, кто-то решает за нас, просто силой голоса, силой авторитета, силой своего статуса, положения и так далее. Подобные ситуации случаются и на тех родительских собраниях, где папа и мама выбирают тот из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики», который считают приемлемым для своего ребенка. Но нередко и на такой встрече оказываются два-три самых голосистых родителя, которые, перекликивая всех, решают все за всех. А нам это надо, а это нам не надо. И все остальные отмалчиваются, не хотят связываться. Но так выбор не делается. Теперь об информированности, что, собственно, выбирают родители. Очень часто им предлагается список между... Хотите, чтобы ваш ребенок изучал ислам, иудаизм, буддизм, православие, все религии или светскую этику. Если перед родителем представлена такая перспектива, и не рассказано о содержании курса, о смысле курса, что это курс не ислама, не его инициации в буддистскую веру, или, не знаю, обрезание его в иудаизм, да нет же. Речь идет о приобщении к одной из этих культур, или ко всем культурам. То есть информированность о том выборе, который человек совершает. И когда перед родителями представлены эти курсы так, как они должны быть представлены, что это приобщение к культуре этой страны, к части культуры этой страны. И православие является культурообразующей церковной культурой, религией нашей страны, вероучением нашей страны. И в языке, и в искусстве, и в обиходе, в календаре, в праздниках и так далее. Важно помнить, что авторы курса «Основы православной культуры» не ставили перед собой задачу катехизировать или воцерковлять учащихся. Задачей данного курса является приобщение детей к тем духовно-нравственным ценностям, на основе которых созидалось наше общество и государство в течение более тысячи лет. Этот курс призван передать детям ценности добротолюбия, совести, милосердия, братства, взаимопомощи в отношениях с другими людьми, ценности семьи, труда, патриотического служения, гражданственности. И если родители, владея полной информацией о предмете, со всей ответственностью подойдут к данному выбору, их совесть будет чиста. Бойбар должен быть, во-первых, свободным, и во-вторых, он должен быть информированным, чтобы люди знали, из чего они выбирают, и что они выбирают из больше, чем одного. Вот тоже существенно. Что этот выбор никто за них не должен совершать. И мало того, на них, на родителях, на вас, на родителях, на нас, на родителях, лежит и бремя, и честь, и ответственность за этот выбор. И к этому выбору надо подходить серьезно, и молитвенно тоже выбор серьезный. И я слышал о том, что некоторым родителям неудобно ставить своего учащегося, своего школьника в такое положение по отношению к другим учащимся, признаваться, что он православный. Это не обязательно. Речь идет о православной культуре. Но, наверное, это должно быть понятно, дорого. И вызывать понимание, симпатию, по-хорошему восхищение этим шагом, этим решением. Так что дай вам Бог сил в этом. И если вот чем-то и наша с вами встреча сегодня в этом вам помогла, я, конечно, этому очень рад. Свят, 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 есть и Боже, Богородицею помилуй нас.